Короче, какая-то кавказская семья, не знаю, грузинская, армянская, не так важно. Сын подходит к отцу и говорит, папа, папа, объясни мне, у меня вопрос к тебе, папа. Давай, Тиночка, золотой, конечно, задавай, все расскажу тебе, все покажу, что тебя интересует, золотой мой. Говорит, папа, зачем пальцы на руках нам, я не понимаю, зачем нам пальцы нужны эти на руках. Тиночка, сейчас расскажу тебе все. Вот смотри, у тебя есть палец большой? Есть. Вот показываешь, когда тебе кайфово, что ты кайфуешь, молодец, хороший. Указательный называется указательный, ты прям указываешь, где их место всем, да, понял, понял. Все отлично, есть у тебя мизинец, да, ухо поковырял, хорошо стало, все, кайфуешь, молодец, опять большой, да. Этот палец безымянный, на него тебе вырастешь, жениться, будешь колечко наденут, тоже девочки твои колечко наденут, красиво будет. Папа, этот зачем палец, папа, зачем? Тиночка, вырастешь, женишься, расскажу. Проходит время, вырос, женился, подходит к отцу, папа, ну что, время пришло, расскажи мне. Ты все пальцы помнишь? Да, все помню этот, кайфово этот, им все показываю, ухо ковыряю, здесь уже колечко у меня, все. Этот, зачем? Сыночка, слушай, будет первая брачная ночь у тебя, да? Пойдешь к ней, к девочке своей, все сделаешь красиво, она будет радостная и скажет, еще хочу. Ты, как настоящий мужчина, как-то напряжешься, сделаешь еще раз, и красиво она скажет, еще хочу. Но ты соберешься с силами, подойдешь, все сделаешь по высшему классу, как я тебя учил, супер красиво сделаешь, и тут она скажет, еще хочу. И вот тогда, сыночка, берешь этот палец, подходишь к ней, женщина, ты совсем с ума сошел.